Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, да, вам нужно работать с психологом, потому что вы, как мне кажется, невротичны. Здесь есть элементы невроза. А, значит, как это проявляется, вот то, что видится мне, как это вижу я. Слишком тесная связь с родителями, да, вот, ну, в данном случае может быть вызвана, с одной стороны, вашим возрастом, когда это все произошло. Ну, то есть, ребенок очень тяжело переживает работу родителей, связано это с тем, что в этот момент, ну, в этот момент дети действительно очень их нуждаются в родителях, и они в какой-то степени ассоциируют себя с ними, они находятся с ними в слиянии, так что отделения еще не произошло. Ну, вот, ну, полноценного отделения не произошло, и, соответственно, когда родители сают-разводятся еще, плюс ко всему, это в такой довольно негативной, экспрессивной форме, да, то ребенок это принимает на свой счет, он решает, что родители так поступают, потому что с ним что-то не так, все плохое. Вот, и эта агрессия, она нацеливает, направляется на самого ребенка, то есть ребенок сам на себя направляет эту агрессию. Вот, а там есть еще ряд нюансов, вот, в частности, например, то, что ваша мама является источником вашего поведения, вот такого, ваша мама это жертва, это человек с низкой самооценкой, вот, достаточно низкой самооценкой, вот, и, как бы, вы сами, значит, значит, как бы, ну, на это наступаете, то есть вы так же поступаете, как, ну, в данном случае, вот, ваша мама. Вот, а ответ, он в какую-то степенью, просто показал вам, какая модель поведения нужна, какая модель поведения важна, вот, как должна быть в себе. Женщина, по его мнению, раз он ударил в вашу маму, да, и, соответственно, как бы, проявил себя, как, ну, как такого, как тиран. Вот, и, по факту, вот, можно сколько угодно говорить про родителей, да, ваших можно сколько угодно обсуждать, вот, но, по факту, живете вы, вы самостоятельно делаете выбор, вот, вы говорите о том, что, ну, вот, потеряли счастье, вот, то есть вы об этом говорите, и это, соответственно, как-то связано именно с вами, то есть вы уже самостоятельно, делаете выбор, быть несчастным, вот, с одной стороны, вы только делаете из, ну, таких, я бы сказал, действительно негативных, представления на себе, действительно негативных установок, вот, в том числе, родительских установок, с одной стороны, вот, с другой стороны, значит, ну, с другой стороны, используйте, используйте, используйте данную позицию, то есть позицию, вот, обиженного такого человека, несчастного человека, для того, чтобы, вы сами об brainstorm HD tela 위, и, вы сами, а вамки вы делаете, что это значит, что ваши, значит, ни готовы свои, Брать на себя ответственность за то, что делает вас счастливой. То есть вы не готовы самостоятельно делать вас счастливой. И связано это с тем, что вы себе не доверяете. А с чем связано то, что вы себе не доверяете? Этот вопрос может быть связан как с вашим собственным опытом негативным. Так и с родительской историей. То есть родители ваши могли сами себе не доверять. Скорее всего они сами себе не доверяли самым проблемам. Проблемы, которые вы описываете, они могут быть у людей только тех, кто себе не доверяет. Вот. То есть ну проблематика такая. Такого типа. Проблематика. Вот. И соответственно... Как бы... Это вот... Эм... Важный момент. Достаточно важный момент. И соответственно... Вам в этом направлении нужно двигаться. Вам в этом направлении нужно идти. На мой взгляд. На мой взгляд вообще. По моему мнению. Эм... Это вот то, что... Я могу вам сказать... Сказать... Ну... Сейчас. 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 Вот то, что... Эм... То, что... Могу им ответить. Проблематика ваша в этом... Заключается. Эм... Дальше. Эм... Значит... Что такое шеф, да? Эм... Вот обратите внимание. Ну... Шеф это... Как правило... Ну... Все-таки это... Эм... В какой-то степени... Эм... Эм... Ну... Ли... Ли... Личностный смысл... Смысл... Этого шефта. То есть... Когда... У... Эм... Человека есть... Эм... Эм... Ну... Личностный смысл... Эм... Жизнь. Эм... В данном случае... Можно говорить о том, что... Эм... У вас... Эм... 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 Жизнь. Эм... Нет. То есть вы... Эм... Обесцениваются как бы... Как будто... Эм... Эм... Себя. Вы обесцениваете, как будто бы, свои собственные цены. Вот. И, опять же, у этого также есть свои причины, да, есть свои основания, почему вы так поступаете, вот, почему вы, ну, себя так относите, почему вы обесцениваете себя, да, и, как бы, вот считаете, что, ну, считаете, что без другого человека вы, там, допустим, что вы никто, что вы, там, ни на что не способны, вот, что вы ничего не можете сделать сам, да, и так далее. Да, вот. То есть, это такая вот история. И, соответственно, тут уже нужно как-то вот двигаться в сторону вашего отношения к себе, конечно. Вот. Это то, что могу вам сказать. Ну, понятно, что этого мало, да, вот этого мало для решения может быть вашей проблемы, но в качестве, в качестве насея, вот, в качестве каких-то вот первых шагов, да, ну, это, на мой взгляд, более чем, достаточно, более чем адекватно для решения. Вот. Хотя и повторюсь, что я понимаю, что этого мало. Эм, значит, потребность. Эм, в первую очередь, вам нужно определить с тем, чего вы хотите и что вас, эм, вот, что называется, эм, что вас сбивает, да, вот, что вас, эм, сбивает, эм, негатив. То есть это вот тот момент, на мой взгляд, тот момент, эм, который, ну, очень важно понять, очень важно определить, вам, эм, для, ну, для себя, вот, эм, если вы это сделаете, вот, эм, тоже будет легче. Эм, гораздо, эм, гораздо, эм, понятнее, в какую сторону вам двигаться дальше. Вот. А, в целом, да, в целом, вам нужно, эм, секстрапия нужно в целом, конечно. Вот. А, так, теперь, давайте поисследуем ваш текст, значит. Так, мне 33 года, я девочка, эм, значит, вы ориентированы на прошлое, тут у вас очень много, вот, для человека, эм, тридцати, эм, трех лет, у вас очень большой акцент идет на, эм, прошлое. Вот, что говорит о том, что, что вы живете в прошлом, вероятно, эм, непрожитыми эмоциями, да, непрожитыми чувствами из прошлого. Вот. Дальше. Вы пишите, что с самого детства для меня обстоятельства, что между моим родителем у меня было не было любви, были сильнейшим горем. А с этого и ну не начиналось, да. То есть это такой вот, эм, ну, в какой-то степени определяющий момент, да, вот. То есть вы сами ничем не интересовались, да, вам самой, эм, ну, ничего особо интересного не было, вот. А вы ориентировались на своих родителей. И нужно выяснить, эм, как это у вас происходит, да. Сейчас то же самое. Сейчас, эм, мало что изменилось, эм, вот. Эм, на мой взгляд. Эм, и, соответственно, эм, вы продолжаете, эм, растворяться в своих родителях, в простых воспоминаниях и так далее. Вот. Вот. Вы переносите на себя. Вот такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.